Привет автомобилистам, умным гаражистам, знатокам машин и шин. Для вас самые последние новости. Исторические факты из мира шин и автомобилей. Как обычно, перед началом новостей прошу всех наших подписчиков подписаться на наш канал, каналы в Телеграм и Дзен. Это позволит вам быть в курсе последних событий в шинной и автомобильной индустрии. Итак, что же произошло за неделю? На подиуме рейтинга самых ценных брендов шин по версии бренд Финанс 2023 не произошло никаких изменений. В то время как Мишлен, Бридштоун и Континенталь сохраняют соответственно первое, второе и третье места, китайский Сайлун появляется на радаре как самый быстро растущий бренд. Китайский производитель поднялся на 11 место в категории «самый ценный». Между тем, стоимость бренда Данлоп снижалась в три раза быстрее, чем росла стоимость Сайлун. Это хорошее подтверждение динамичного развития китайских шинных брендов. Немецкий автомобильный журнал «Автобилд» присвоил определенные статусы шинным производителям. Итак, лучший производитель зимних и всезонных шин – это компания Мишлен. А вот второй год подряд Гудьер получает звание «Лучший производитель летних шин». Вторые и третьи места, соответственно, достались Мишлен и Бриджстоун. «Митас» выпускает новый рисунок для мотоциклетных шин в своей линейке «Адвенчер». Это «Эндуро Трел ЭДВ», который, по словам компании, отражает истинный дух современных мотогонщиков-любителей приключений и обеспечивает превосходные характеристики как на дороге, так и вне ее. Компания «Серебриум Сенсор Технологи» сообщает, что совместно с ведущими производителями автомобилей и шин запустила сенсорную технологию «Интеллежентайр Солюшн» для шин. Это полный набор решений, которые используют специальные датчики, расположенные в шинах. Это запатентованные алгоритмы для мониторинга состояния шин, включая давление, температуру, состояние протектора, нагрузку, а также многие другие показатели. Продолжая разработку шин для сельского хозяйства, на 75% состоящих из экологически чистых материалов «Аполло Тайрс» теперь достигла той же цели с шинами для легковых автомобилей. Эти шины, такие шины, как высокопроводительная шина «Аполло Америон» для электромобилей и сверхскоростная автомобильная шина «Аполло Эспайр 4G+,» в настоящее время они пока отсутствуют в продажах, но в 2024 году они выйдут непосредственно на рынок. «Гудьер» становится эксклюзивным поставщиком чемпионата мира по гонкам на выносливость в европейской серии «Лиман». Контракт был подписан на три года. По итогам тендера объявлено Международной автомобильной федерацией «ФИА» и Западным автомобильным клубом в декабре прошлого года. Выбор «Гудьер» был одобрен членами Всемирного совета по автоспорту путем электронного голосования. А вот компания «Нексен», корейская компания, выпустила на рынок спортивные летние шины «Нексен Энфера Премиум QX EV», разработанные специально для использования на гибридах и электромобилях. Шины обладают асимметричным рисунком протектора, что свойственно для летних шин. Созданы, как говорят в компании, для улучшения баланса характеристик на сухом и мокром покрытии. Различные технические решения протектора, особенно в плечевой зоне и в центральной части, повышают устойчивость во время прохождения поворотов. А также диагональные канавки ускоряют дренаж воды, тем самым снижая риск аквапланирования и тем самым улучшая сцепление на влажных покрытиях. Ну а также была придумана специальная резиновая смесь, которая делает протектор устойчивым к износу. Благодаря этому шины будут повышать запас хода электромобилей, а также лучше сопротивляться воздействию увеличенного крутящего момента, который является особенностью машин на электротяге. «Нексен Энфера Премиум QX EV» выпускается в шести размерах от 17 до 19 дюйма. Иранская шинная компания «Этервилл Тайер Индастриал Комплекс», которая не так давно начала продажу продукции в России, станет участником выставки «РТИ и Каучики-2023», которая пройдет с 24 по 27 апреля в Москве. «Эдвайр Вилл» владеет тремя заводами, которые выпускают легковые и грузовые сельхозшины под брендами «Голдстоун», «Резил» и «Язард». В прошлом году компания приняла решение об открытии официального представительства на территории России для реализации продукции в странах Европейского Союза. 12 апреля «Джагрупп» анонсировала новый бренд электромобилей «Яви». Представила первую модель, созданную под этим брендом «Яви-3». Это чисто электрический хэтчбэк, который базируется на новой собственной платформе «Джака-Ди». Интерьер автомобиля. Он молодой, энергичный, оформлен почему-то в розовых тонах. Салон оснащен 12-дюймовым плавающим панелью, ЖК-дисплеем, многофункциональным, а также рулевым сенсорным колесом. Габариты «Яви-3» составляют 4 метра на 1,5 метра и приколесной базе 2,620. Ну вот и все на сегодня. Ждем следующих новостей из мира шин и автомобилей. Увидимся через неделю. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, Ютуб и Дзен, чтобы оставаться в курсе самых последних новостей и новинок шинного рынка. И, конечно, посетите наш сайт. Интернет-магазин «Четыре точки. Профессиональный эксперт» в области шин и дисков. В электронном каталоге нашего интернет-магазина вы найдете широкий ассортимент шин и новинок, о которых мы рассказывали в наших новостях. Удачи!